В Центр поддержки женщин «Живая надежда» Оксана Мелешкова попала чуть больше трех лет назад, когда с трехмесячным ребенком на руках осталось в буквальном смысле слова на улице. Гражданский муж поднимал на нее руку, а после оказался в местах не столь отдаленных. Жить молодой маме было негде, помощи от близких ждать не приходилось, родители пьющие и живут в крае. О социальном приюте для молодых мам, попавших в трудную жизненную ситуацию «Живая надежда» узнала случайно. «Пил, угрожал, что дитя заберет. Я говорю, ты не заберешь, говорю, дитя. Я попрошу номер, куда можно будет обратиться, чтобы я приехала, чтобы у нас все было хорошо в жизни здесь». Истории подобных Оксаниной в «Живой надежде» насчитывают десятками. Каждая похожа и не похожа на другую. Анна Беженко из Украины в Донецкой области пережила и перестрелки, и бомбежки. Последней каплей стала информация о кражах детей. Семья приняла решение бежать в Россию. Во Владивостоке супругу Анны пообещали работу и жилье. Однако все оказалось совсем не так. С тремя детьми на руках Анна осталась на улице. Уже в «Живой надежде» семья пополнилась еще одним ребенком. «Опять съехала, опять попала сюда. Ну вот сейчас, получается, смогли оформить гражданство, помогли в центре все сделать. И сейчас пытаюсь, получается, материнский капитал уже получила и хочу покупать квартиру. Благодаря центру у меня это получилось». Сегодня в «Живой надежде» живет 10 женщин с детьми. Некоторые работают, но заработная плата не позволяет снять квартиру. 17-летняя Настя Месько ждет совершеннолетия, чтобы вместе с дочкой покинуть стены приюта. С 8-месячной Алисой она здесь всего неделю. Шла сюда с недоверием и страхом, боялась, что ребенка у нее заберут. Сама Настя из детского дома. Отец ребенка не помогает совсем. «Бабушка меня воспитывала, потом я подросла, но она уже не стала со мной справляться и вот отправила в детский дом. Там вот два года прожила, 8-й, 9-й класс и все. Дальше пошла учиться, но не доучилась, забеременела и все. Родила ребенка, ну вышла замуж, родила ребенка». Кроме крова и тепла «Живая надежда» осуществляет патронаж проблемных семей. Здесь имеют большой опыт борьбы с социальным сиротством. Знают, как разорвать порочный круг вторичного сиротства, когда в детдом попадают дети-сирот. «В основном наша задача помочь маме в том возрасте ребенка, когда ребенок грудной, то есть это от рождения до года полтора, пока ребенка нельзя будет оставить, допустим, с няней, пока мама не сможет выйти на работу. Мы считаем очень важным это время, когда первый год жизни ребенка, что мама не должна оставлять ребенка ни на кого. Мама должна заботиться о ребенке, вкладывать, развивать его, потому что закладывается платформа будущее и психическое, физическое, эмоциональное развитие. То есть это основа, база и это очень важно». 17 ноября весь мир отмечает День недоношенных детей. Это еще одна сторона материнства. Здесь тревога также живет вместе с материнской надеждой на счастливое будущее своего долгожданного ребенка. По статистике, каждый десятый ребенок появляется на свет недоношенным. Всего на нашей планете раньше срока рождается примерно 15 миллионов малышей, причем 10% от этого количества не выживает. «Мы их и учимся выхаживать лучше, и оборудование у нас улучшается, и покупают новое оборудование. И первое. И второе. Мы боремся за качество жизни ребенка. Не просто сохранить ему жизнь, но чтобы он остался полноценным членом общества, чтобы он радовал своих родителей и в будущем был гражданином Российской Федерации со всеми вытекающими правами и обязанностями». В Приморье принят отдельный закон о поддержке многодетных семей. Инициатива в РИО губернатора Олега Кожемяка, направившего закон на рассмотрение краевого парламента, расширяет число многодетных семей, получающих поддержку из краевого бюджета. Теперь не только малоимущие семьи, но и имеющие среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, будут иметь и льготы, и выплаты. То есть 8,5 тысяч семей, в которых воспитывается 27 тысяч детей, почувствуют перемены в своем семейном бюджете. «Время нас заставило принять отдельный закон и прописать все меры поддержки для многодетных семей. Потому что институт семьи, вопрос демографии, они крайне важны для устойчивого развития территории. Сделали там дополнение с точки зрения льготы по жилищно-коммунальным услугам, льготы по капитальному ремонту, по мерам поддержки, по сборам школы». 25 ноября вся Россия будет отмечать День матери. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. В нашей стране этот праздник учрежден в 1998 году. Его цель – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека – матери. А самое главное для любой мамы – счастливое будущее ее ребенка, родившегося в Приморье, здесь же выросшего и возмужавшего. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.